Привет, чемпионы! На связи Данил Серебренников, и это значит, что на ваших экранах очередной разбор техники плавания. И здесь тоже интересный случай. Давайте посмотрим и сначала отследим положительные моменты, а потом уже всерьез примемся за ошибки, спортсмен. Ну вот, если смотреть под водой, то баланс тела достаточно хороший. Правильная работа ног с импульсами, но не совсем корректная относительно плавности. Но это мы разберем чуть позже. Сочетание рук достаточно хорошее, неплохой вдох и продвижение, в силу того, что вот эти все пункты спортсмен учел, продвижение достаточно неплохое. Но, как вы уже могли заметить, есть очень много таких лишних напряжений и таких каких-то неплавных резких моментов. Вот давайте сейчас еще раз посмотрим. Вид сверху, да, достаточно рубленные резкие проносы, что в плавании делать нельзя. Все движения должны быть максимально выверенные, максимально плавные. То есть, как будто вы плывете и катитесь в горочку. Ведь плавание от слова плавность и, соответственно, здесь никаких рубленных резких движений не должно быть. Прежде всего, следует здесь, чтобы отточить эту плавность, нужно плавать ультрамедленным ходом. То есть, допустим, берете там 4-5 полтинников, 6, плывете на полтинник со скоростью, если у вас средняя. То есть, допустим, у спортсмена средняя скорость на сотню, минута 50, то нужно полтинник плыть с такой же скоростью и при этом удерживать правильный баланс тела. То есть, допустим, спортсмен выплывает, пытается удержать баланс тела в воде и при этом его скорость максимально-максимально замедляется. Вот я сейчас кадр замедлил, да, но в реале и в действительности спортсмен должен плыть вот так же. Причем не переходя на сцепку и пытаться удерживать правильный баланс тела в воде. Так, чтобы вот эта линия, то есть, эта горизонталь была максимально правильной. То есть, чтобы не было потери баланса. Вот это такое задание позволяет на медленных скоростях научиться делать все движения плавными. Если будет какое-то резкое рубленное движение, то это задание, к сожалению, не получится. То есть, засекать себя на полтиннике, плавать там 2 минуты плыть полтинник. Это возможно, это реально, это нужно делать. Вот это, что касается плавания. Потом, для того, чтобы научиться делать плавный пронос, то можно делать его сведением кончиков пальцев как по воде, так и вдоль тела большим пальцем. И при этом тоже делать его очень медленно. То есть, даже несмотря, что спортсмен плывет достаточно быстро, но вот эти движения должны быть легкими, непринужденными и медленными. Вот сейчас на ваших экранах видно, да, что такие проносы, особенно на вдохе, когда на правом, да, тут пронос очень быстрый. Дальше, что еще можно поплавать на плавность, это, конечно же, в кулачках. Для того, чтобы добиться плавания без всяких резких движений, чтобы постараться цеплять воду именно предплечьем. Ну, раз мы заговорили про предплечье, то давайте сразу перейдем к подводной части грибка. Мы видим, что спортсмен начинает свой захват достаточно низко, особенно правой рукой. Видно, что, ну, захват, он очень такой посредственный здесь. И получается, что спортсмен у нас мажет воду, да, но не захватывает ее. И что же здесь нужно сделать? Ну, во-первых, вы уже знаете, что захват у нас начинается с предплечья, но профессионалы, профессиональные пловцы иногда начинают с кисти захват, с кисти руки. И потом плавно переходит в перпендикуляр предплечье. То есть, здесь я нарисовал, да, вот, то есть, это вот так происходит. Вот такой вот захват должен быть в идеале. Что касается нашего пловца, то захват выполняется уже очень низко, да, вот я сейчас красной линией это нарисую. Захват выполняется очень низко и, вернее, не захват даже, а начало грибка выполняется очень низко, а самого захвата, к сожалению, здесь не видно. Даже вот здесь в середине грибка перпендикуляра предплечьем относительно поверхности воды, вернее, даже не перпендикуляр, а угол хотя бы 90 градусов относительно этой плоскости нужно вывести. То есть, относительно поверхности воды это должно быть выглядеть так. Давайте дальше. Вот только вот в конце, в самом, в конце самого грибка, да, спортсмен начинает делать перпендикулярно. Вот мы заметили тот самый кадр, который вроде бы говорит о том, что спортсмен догребает, но ладошка, обратите внимание, что начинает разворачиваться под конец кадра, да, и это значит, что и концовки грибка нет. То есть, по сути, у нас есть хорошее положение тела, хорошая смена рук, неплохой вдох, но сама эффективность грибка очень слабая, и в силу еще и резких движений, вот эти две ошибки у спортсмена, они самые основные, над которыми стоит работать. Это убирать резкое напряжение и, конечно же, отрабатывать подводную часть грибка, в том числе захват и, конечно же, фазу отталкивания. Вот она рука, мы видим, что ладошка развернулась и все, уже в воду спортсмен выпустил. Дальше, давайте посмотрим, что у нас с левой рукой происходит. С левой рукой вот здесь вот захват вроде бы неплохой, да, казалось бы. Но, опять же, если мы ладонь разворачиваем, то есть вот сюда, к нам в камере, в камеру, то и мы сейчас откроем это видео еще спереди, да, посмотрим, как это можно оценить. Вот вроде бы, казалось бы, захват отличный, ну, все, и перпендикуляр есть предплечьем, но зачем ладонь развернута в нашу сторону, непонятно. То есть, по сути, спортсмен гребет не самой ладошкой, а ребром ладони. И вот эта вся поверхность ладони, она в данном случае неэффективна, хотя захват очень хороший. Что там у нас происходит? И вот здесь вот только, да, то есть середина грибка, когда пришла рука в середину грибка, здесь происходит практически правильный, практически правильная вторая часть. То есть, это фаза подтягивания. Но обратите внимание, как высоко лежит плечо. Я его нарисовал отсюда, да, то есть здесь оно должно и остаться. Это должно выглядеть вот именно так. А спортсмен немножко задрал плечо, поэтому получается, что как бы поджал плечо, сам плечевой сустав к шее, а плечевую кость высоко очень держит, и глубок получается, грибок получается неэффективный. Вот это, над этим тоже стоит поработать, над глубиной как раз таки грибка. Дальше смотрим, концовка грибка, и здесь, кстати, левой рукой неплохой, ну, лучше догребание, не идеальное, да, но лучше догребание. И обратите внимание, как сильно напряжена кисть. То есть, вот еще в расслаблении нужно подключить и кисть, чтобы она, во-первых, правильную траекторию имела, во-вторых, чтобы эта кисть была, была расслаблена, то есть в тонусе, для того, чтобы сделать эффективное приложение усилий к воде. Так, ну давайте посмотрим сейчас на вид спереди нашего спортсмена, что там у нас происходит. Так, уберем вот это все. Вид спереди. Вот у нас правый грибок, да, тоже смазывание идет локтем вниз, никакого перпендикуляра нет. Это раз, и во-вторых, вот она, ладонь, когда она разворачивается, ее видно, да, в сторону. То есть, раз, она уходит просто, и все, и рука, получается, проваливается, и потом захват этот тоже идет неэффективный. Вот только вот здесь, в этой фазе, к середине грибка идет правильный захват. Что касается еще концовки грибка, вот отсюда видно, да, я сейчас замедлю этот кадр, и что мы отсюда сможем увидеть? Мы сможем увидеть то, что сама концовка изначально уже неправильна, потому что она выполняется куда-то в сторону. Вот видите, здесь спортсмен уже начинает разгибать руку, вот сейчас я ее здесь зафиксирую, да, еще рука еще где-то там 70% грибка выполнила, а уже разогнута, то есть концовка уже неэффективная получается. И рука абсолютно в стороне, и плюс еще ладонь развернутая вот здесь, то есть это уже видно, да. Значит, как делать правильно? Правильно сделать так, чтобы вот эта плечевая кость, вот она здесь, я ее нарисую, пришла к корпусу, к самому. И вот здесь вот от корпуса уже, вот здесь вот пошло таки это догребание до конца, да. То есть грибок не должен заканчиваться в стороне этого. Это критическая ошибка, которая, во-первых, нам и на рыскание тела влияет, то есть когда начинает раскачиваться корпус влево-вправо, то есть стабилизация корпуса в воде. И влияет на саму концовку, потому что она получается неэффективная. Вот, собственно, видите, как она очень далеко от корпуса выходит. Хотя она должна быть вплотную. Сейчас мы перенесемся еще раз на то видео вид сбоку и посмотрим этот момент. И вот здесь на вдохе, что я еще заметил, какую ошибочку, это то, что не видно, где спортсмен выдыхает. Вот только в момент, когда голова уже повернулась практически в сторону для вдоха, да, спортсмен начинает выдыхать и, скорее всего, продолжает выдыхать и на поверхности воды. То есть вместо того, чтобы начать плавно выдыхать чуть раньше, выдохнуть воздух уже в момент, когда голова здесь уже повернулась, да, уже до конца его, то есть вот здесь вот начать выдыхать, вот этот весь момент выдыхать. И там уже, когда голова повернулась, уже начать вдыхать, вместо того, чтобы продолжить выпускать воздух. Хотя, как раз-таки, когда рот выходит на поверхность, здесь самое важное только сделать вдох. Не надо выпускать воздух в момент, когда вы повернули уже голову. Потому что это нелогично, это вы просто задерживаете себе вдох. И видим, что, да, спортсмен хоть и научился делать достаточно быстрый вдох, но мне кажется, что все-таки нужно выдыхать чуть-чуть раньше. И здесь вот в этот момент как раз рука немножко-немножко провалилась. Хотя на смену рук это не повлияло в силу того, что спортсмен плавает достаточно долго. Но также и не повлияло на расслабление. То есть, чем плавнее вы делаете, во-первых, все движения, чем плавнее вы начинаете выдыхать, тем плавнее будут все движения. Они должны быть рубленные. Не надо вдохнули, задержали дыхание надолго, да, и потом резко выдохнули, резко вдохнули. Резкий вдох, да, но выдох должен быть максимально плавным. Особенно, если вы плывете не быстро. Смотрим дальше. То есть, за левой рукой сейчас наблюдаем. Вот оно вкладывание. Небольшой провал руки на вдохе. Здесь попытка сделать правильный захват. Здесь напряжена кисть. И концовка грибка тоже. Локоть не приходит в момент, когда нужно заканчивать грибок. Опять переносимся на плавание вид сбоку. Сейчас я лучше открою вот это видео, но поинформативнее. А вот он вид сбоку. И давайте перенесемся опять под воду и посмотрим, где же спортсмен не догребает все-таки. Вот это движение как раз на левой руке. Хотя на левой руке оно более эффективнее, чем на правой. То есть, получается, что в момент подтягивания плеча к шее, плечевого сустава, здесь нужно еще сильнее прижать локоть к корпусу, если вы стайер. И вот отсюда уже начать догребание. Это такая, как бы сказать, ключевая ошибка, которую многие пренепрягают. В том числе и некоторые начинающие, в том числе продолжающие профессиональные спринтеры. Да? Ну, за исключением топовых спринтеров. То есть, на захват они уделяют много внимания, а на концовку грибка ей посвящают мало внимания. В том числе в стайерах. В стайерах это вообще недопустимо. У них грибок должен быть максимально четкий. Вот здесь вот мы видим, что ладонь тоже разворачивается, да, и никакой эффективности в концовке нет. Хотя фаза скольжения достаточно хорошая, ноги лежат высоко, положение тела оптимальное. Что касается вдоха. Здесь уже лучше переключиться на еще одно видео. Оно более информативно. Не зря мы сняли три видеоролика, да, чтобы показать все ошибки, как сказать, в ближайшем ракурсе. Смотрим. Вот такое вот положение головы в момент вдоха. И здесь видно, да, что спортсмен еще поздно начинает... То есть, выдохнул, оказывается, закрыл рот. Потом только опять открыл этот же рот для того, чтобы вдохнуть. То есть, вы же выдыхаете через рот и нос, да, плавно. А вдыхаете только ртом. Носом в плавании не вдыхает, потому что есть риск захлебнуться. Вот здесь вот как раз таки момент. Можно было бы чуть-чуть раньше начать вдыхать и чуть раньше начать выдыхать. Плюс вот этот сам поворот головы. Видно, что спортсмен начинает сильно искривлять шею и крутит его не по оси. То есть, вот у нас ось, с которой спортсмен лежит. А получается, в момент вдоха, да, ось эта уходит вот сюда. То есть, такое искривление шеи получается. Вот, поэтому спортсмену приходится резко сделать вдох, чтобы, ну, как бы, уменьшить надводную часть. То есть, положение в надводной части. Нахождение надводной части. Давайте под водой сейчас посмотрим, что же провоцирует этот вдох. Вот, мы видим, что концовка сейчас страдает. В том числе и концовка тоже провоцирует на то, чтобы поднять голову, а не повернуть ее по оси. Почему? Потому что скорость начинает теряться. И на низкой скорости очень хочется все-таки вытащить голову. Потому что неизвестно, как поведет себя тело, когда скорость падает до нуля, да, она начинает плавно-плавно опускаться под воду. Вот. Значит, первое влияет на вдох, это концовка. Второе, обратите внимание сейчас, что голова находится полностью погружена под водой. Вот здесь даже видно, да, можно засунуть сюда вот такую точечку, да, что она даже не видна сейчас, полностью скрылась под водой. И вот спортсмен здесь как раз начинает подниматься, 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 чтобы достать воздух из этого глубокого положения. Вот как раз-таки доставание вот этого воздуха, оно способствует от этого неправильного поворота головы. Если бы спортсмен изначально держал голову вот на таком уровне, да, и не вытаскивал ее, а просто поворачивал. Смотрите, в момент, когда он начинает вытаскивать голову, опускается при этом таз. То есть вот таз, да, у нас, вот у нас голова. И в момент, когда спортсмен начинает вытаскивать, как сильно опускается таз. Я сейчас еще этот кадр перемотну. Когда, смотрите, спортсмен вкладывается, скользит, таз-то еще находится высоко. Как только спортсмен начинает тянуть голову наверх, при этом теряя захват, да, то есть захват у нас идет неправильный, он идет смазанный. Приложение усилий идет вот в эту сторону, да, в направлении в дно бассейна. Соответственно, подъемная сила начинает действовать на переднюю часть тела, то есть на грудь, на голову. То есть она поднимает голову, да, вот эту вот неправильную траекторию движения плечевой кости. И обратная сила, то есть она начинает давить нам на таз. И вот как раз-таки здесь спортсмен поднимается, сейчас я еще раз кадр этот обновлю. Спортсмен здесь как раз-таки поднимается и что происходит? Таз начинает опускаться, да, поэтому вот происходит такой прогиб грудной клетки, прогиб небольшой в пояснице и прогиб большой в шейном отделе позвоночника и искривление вот этого подъема головы на вдох. А над водой у нас происходит как раз-таки следующее. Вот. Запускаем. Ку-ку. О! Вот, происходит следующее, что спортсмен начинает вот так вот выходить из воды, делать такой вот вдох, как у совы, как будто бы, да, для того, чтобы зацепиться. Хотя, рот у нас находится, ну, достаточно ниже глаз, да, когда мы поднимаем голову, то есть у нас получается, что глаза находятся выше, чем рот. Вот, если бы мы тянулись подбородком наверх, а этот глаз нижний, да, левый в данном случае опустили бы под воду, а тянулись бы ртом, подбородком, то это гораздо было бы проще вдохнуть в силу того, чтобы и тело не тонуло, и голова бы не давила бы так на ноги, на таз, не давила бы, баланс был бы правильным, и искривления в шейном отделе позвоночника бы не было. То есть вот над этим стоит все-таки спортсмену задуматься. Еще раз перечислим, это расслабление, второе, это правильный захват, третье, это правильная концовка грибка, четвертое, это правильное положение тела в момент вдоха, то есть не опускать глубоко голову, потом стараться по оси закручивать ту самую голову. И пятое, это дыхание, то есть сама плавность выдоха и плавность, вернее, достаточно быстрый вдох, но плавность проноса при этом вдохе. Вот такие вот ошибки сегодня мы разобрали с вами, надеюсь, что это было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будем радовать вас все новыми номерами видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok